Кто не мечтает хотя бы на короткое время перенестись в прошлое и вновь почувствовать себя ребенком? В Славянском центре развития творчества возможно все. Разве не чудо, что здесь на один день взрослые смогли окунуться в детство и открыть в себе новые таланты? Подробности в следующем материале выпуска. Вместо ЦРТ – настоящий город мастеров. В роли умельцев – руководители и педагоги дополнительного образования из нескольких районов края. Гости из Геленджика, Новороссийска, Анапы, Темрюка прибыли в Славянский центр развития творчества на краевой семинар, чтобы освоить инновационный опыт коллег. Тема встречи – развитие творческих способностей детей с помощью программы «Профнавигатор», которая направлена на раннюю профориентацию. Не делясь опытом, не наблюдая за тем, как и что происходит у коллег, расти, наверное, невозможно. Доп. образование должно нацеливать и показывать, непосредственно ориентировать деток в будущем на какую-то профессию. Потому что мы как бы и прикладники, и работа руками, чему-то научить, конечно, это очень важно. Приехавшие на семинар педагоги, да и все ценители прикладного искусства могли посетить выставку детских работ, которая проходит в дни весенних каникул в ЦРТ. Помимо традиционных техник исполнения, представлены и оригинальные – декупаж, квилинг, вышивка лентами, фельдцевание. Мы на своей базе традиционно проводим выставку детского декоративно-прикладного творчества. А в этом году мы ее посвятили конкретно освобождению нашей станицы Славинской от немецко-фашистских захватчиков. Более 520 работ представлено на этой выставке. 265 ребят из различных детских объединений, школ, города и в основном, конечно, нашего Центра детского творчества представили свои уникальные работы. По словам Тамары Мотренко, уникальным опытом работы с детьми наш Центр делится не первый раз. Составляя свою программу деятельности, мы еще в начале учебного года распределяем, какой Центр творчества, какая организация учебная, чем мы могли бы поделиться в течение учебного года. И мы уже третий раз проводим такие семинары на нашей базе, на базе Центра творчества. Здесь не было скучных докладов и долгих лекций. Семинар в Центре развития творчества, конечно, прошел по-творчески. Педагоги получили паспорта законных жителей города-мастеров, после чего приступили к работе в творческих мастерских. Декоратор, дизайнер, художник-оформитель, ювелир, аппликатор. Задача педагогов – найти свое призвание в одной из этих профессий, проникнуться атмосферой творчества и взглянуть на мир глазами ребенка, чтобы потом донести это до своих воспитанников. В этом и заключалась главная цель семинара. Как пришла эта идея? Она, конечно, не нова. Мы ее интегрировали из различных программ наших педагогов, которые уже давно работают в наших учреждениях. Почему она инновационная? Потому что профориентация дошкольников занимается не так-то много учреждений, не так-то много педагогов. А мы начали с самого младшего дошкольного возраста, то есть шести и младших школьников семи-восьми лет. Мы туда привезли не только профориентацию, но и также у нас есть психологические тестирования, игры, тренинги, которые как раз-таки реализуются на массовых мероприятиях, которые помогают раскрыть потенциал ребенка. Мы же должны обучаться, делиться опытом. Поэтому вот то ценное, что накопили наши педагоги, сейчас они будут об этом рассказывать и делиться. Досуговая площадка «Проф.Навигатор» успешно работает в Славянском ЦРТ с прошлого года. Она представляет собой модель детского города, где каждый ребенок может освоить одну из творческих профессий. На семинаре педагоги, посетив необычные мастер-классы, также попробовали себя в разных видах декоративно-прикладного творчества, а главное, получили новые методики, которые очень скоро привнесут в свою работу. Алена Лавринова, Игорь Ванчугов, программа «События». Спасибо. Спасибо.